Футболисты Мордовии вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону в первенстве ФНЛ. В нынешний период это самая горячая пора для формирования состава. В нашей команде уже появились первые новобранцы. Пока контракты подписаны только с тремя игроками. Это галкипер Олег Смирнов, который первую часть прошлого сезона провел в составе Тамбова, а затем играл в аренде в Томи. Со два клуба галкипер отыграл 20 матчей в ФНЛ, в которых пропустил 12 мячей и в 9 встречах оставлял свои ворота сухими. Также пополнил ряды Мордовии теперь уже экс-защитник Нижнего Новгорода Андрей Хребков и нападающий Константин Базилюк. Воспитанник школы московского ЦСКА забил один победный мяч в Премьер-лиге в далеком 2013-м, а затем много времени скитался по арендам. В Саранский клуб форвард перешел в качестве свободного агента. В прошлом сезоне за Хабаровский СКА Базилюк в 31 игре забил 7 мячей. Около десятка футболистов сейчас в Мордовии на просмотре. Их судьба решится после контрольных матчей. Сейчас, естественно, идет селекция, нам надо формировать команду. И здесь мы больше внимания уделяем этим двухсторонним играм, чтобы определиться с теми футболистами, с которыми мы вступим в сезон. На первом сборе, который пройдет в Саранске, команда Марата Мустафина планирует провести пять контрольных матчей. Один из них уже был сыгран. Встреча с Тольяттинским Акроном завершилась нулевой ничьей. На просмотре еще находится группа игроков, которых тоже мы сейчас в ближайших двух играх посмотрим и примем по ним решение. И плюс еще прорабатываются игроки, которые нам интересны, скажем так. Тоже ждем ответа и развития событий. Помимо приобретений в составе команды есть и те футболисты, которые клуб покинули. Не стали продлевать контракты. Галкипер Александр Кобзев, защитник Юрий Лебедев, который перешел в Нижний Новгород, хавбек Игорь Киреев подписал контракт с Енисеем. На просмотре в составе дебютанта Премьер-лиги клуба Сочи находятся Илья Петров и Владимир Обухов. У нападающего с Мордовией действующее соглашение по контракту, а Илья Петров может вернуться в команду. Из прошлого состава помимо местных игроков продлили свои соглашения Орлов, Дворецков, Сухарев, Паярков, Климов и Ятченко. Несмотря на финансовые проблемы, которые периодически возникают в Саранском клубе, футболисты едут в столицу Мордовии достаточно охотно. Перед игроками прошлого состава долгов почти не осталось. Мы понимаем, что финансовые ситуации у нас нестабильные, но здесь в Саранске рано или поздно все обязательства Владимир Владимирович Волков выполняет перед футболистами. Пусть с задержками, но выполняется. И ребята тоже об этом знают. Мы заранее это обговариваем с ними, чтобы у нас спокойно работали, играли, тренировались. Они в курсе этих событий, но все время надеемся, что ситуация финансовая улучшится. И уже у клуба нету, скажем там, таких больших долгов практически уже нету. Единственное, чтобы было желательно, чтобы постабильнее в этом вопросе. Тогда и с футболистами легче разговаривать. Но еще раз повторюсь, не только у нас. Во многих командах такая тяжелая ситуация. И здесь уже сейчас это мы воспринимаем как действительность. Но надеемся, что все-таки стабилизируется и будет все хорошо. Есть изменения и в тренерском штабе Мордовии. Помощник Марата Мустафина Михаил Пилипко решил попробовать свои силы в качестве главного тренера молодежной команды Сочи, которая сыграет в турнире дублеров. На его место приглашен Дмитрий Пятибратов, который в 2007 году играл за Мордовию в первенстве ФНЛ при Юрии Уткине. Спустя три года защитник завершил профессиональную карьеру и перешел на тренерскую работу. Его последней командой был клуб Сочи еще при Олеге Василенко. Еще одно пополнение пришло непосредственно из команды. Завершил карьеру многолетний лидер Атак Мордовии Руслан Мухамедшин. Ему предложена работа в системе клуба. Я думаю, в ближайшее время тоже Руслан Мухамедшин присоединится к тренерскому штабу, как там в Казани свои дела порешает. Но Ярослав Мучилов и Чичкин остаются тоже в штабе. Так что здесь штаб укомплектован. Но я думаю, команду мы тоже к чемпионату укомплектуем. Первый втягивающий и просмотровый сбор нашей команды пройдет в Саранске, где Мордовия сыграет несколько контрольных матчей. Дома с двумя представителями лиги ниже рангом, Ладой из Димитровграда и Саратовским Соколом, матчи пройдут 22 и 25 июня. После этого 27 июня саранские футболисты померяются силами с Казанским Рубином. Еще один спарринг-партнер пока не определился.